Здравствуйте! В эфире специальное интервью в студии Василисы Ивашкина. У нас в гостях директор Звенигородского историко-архитектурного и художественного музея Галина Стоенко. Поговорим о прекрасном Звенигородском музее. Здравствуйте! Здравствуйте! Рада приветствовать вас! И я понимаю, музей находится на территории монастыря. Музея – это одна из изюминок вашего музея. И очень хотелось бы для наших зрителей, чтобы вы поведали историю музея вашего. История музея не такая лучезарная, как может показаться. И не всегда музей Звенигородский находился на территории монастыря. Удивительно и прекрасно, что музей был создан в усадьбе Веденской. Если вы помните, это одна из красивейших подмосковных усадеб. Она находится на высоком берегу реки Москвы. Строилась эта усадьба при царствовании Павла I для своей фаворитки Лопухиной. И эта усадьба на самом деле одна из самых красивых подмосковья, но и самых интересных в архитектурном смысле, поскольку ее автор – самый блестящий архитектор XVIII века Николай Александрович Львов. Вот в этой усадьбе в 1920 году был создан музей, который соединил в себе Звенигородские усадебные очень ценные коллекции. Эти коллекции были привезены в усадьбу Веденская из соседних усадеб. Усадеб Веземы, усадеб Ильинская, усадеб Паричья, Ершова. И музей, собственно, Звенигородский, он начинался с таких блестящих коллекций. Фактически музею в этом году исполняется 100 лет. У вас юбилей, можно сказать. Да, мы отмечаем в этом году юбилей и вспоминаем, на самом деле, историю музея, которая отмечена и яркими такими событиями, и событиями трагическими. Музей в 1922 году переехал, был переведен в стены Савино-Строжевского монастыря, к тому времени уже закрытого. И это по коллекциям своим был действительно один из богатых таких содержательных музеев. Была создана экспозиция. Эта экспозиция, она запечатлела все эти экспонаты. И экспозиция Звенигородского музея, вот первая экспозиция в монастыре, она попала, как бы ее содержание было запечатлено в путеводителе. И вот этот путеводитель сохранился, и он для нас, конечно, причина воздыхания наших. Поскольку коллекции музея, они не сохранились, к сожалению. В 1939 году музей закрыт был. И все коллекции, все ценности, живопись, фарфор, стекло, керамика, очень большая коллекция оружия, все это буквально за три дня было перевезено в город Истру. И мы знаем, что Истра была занята фашистами в 1941 году. Очень много предметов, вероятно, погибло. Но то, что сохранилось, оно не вернулось уже в Звенигородский музей. Звенигородский музей был создан вновь в 1944 году. То есть идет война, но люди интеллигентные, люди культурные, археологи, историки, художники, ученые, они способствуют тому, чтобы музей возродился. И вот в 1944 году музей возрождается. Возрождается он не в монастыре, в то время в монастыре еще находились воинские части. А возрождается он в Успенском соборе на городке. Там же начинают водить первые экскурсии, а вновь в музей возвращаются в монастырь только после войны. Какие экспозиции сейчас можно увидеть на постоянной основе в вашем музее? На самом деле мы гордимся, что на территории Савино-Сторожевского монастыря находятся экспозиции, которые очень подробно и очень интересно рассказывают об истории нашего древнего города Звенигорода и Савино-Сторожевской обители. Это прежде всего экспозиция «Древний Звенигород», которая рассказывает об археологии, о древней истории города, о том, что археологи, археологи, многие археологи считают, что город Звенигород является ровесником Москвы. Документально это не подтверждено, но для нас это очень интересный такой факт и очень интересная такая гипотеза археологов. И мы знаем о том, что расцвет города Звенигорода, он связан с эпохой сына Дмитрия Донского, с Юрием Звенигородским. К этому времени относится знаменитый Успинский собор, Рождественский собор. На самом деле это очень важно, что на территории такого маленького города расположены самые древние памятники раннемосковской архитектуры. Вот таких памятников в Москве теперь нет, просто они не сохранились исторически. А в Звенигороде их два. И вот эту историю древнего города, конечно, мы раскрываем и говорим о ней на примере экспонатов, размещенных, расположенных в экспозиции «Древний Звенигород». Это история создания монастыря, это преподобный Савва, это смутное время. Очень яркая страница вообще в истории Звенигорода, это вообще нашей, вообще из Звенигородской земли. И завершается эта экспозиция рассказом о расцвете обители, о его новой истории, которую мы знаем. Во времена Алексея Михайловича монастырь получил такое свое второе рождение. Вот все эти события на основе подлинных предметов, подлинных экспонатов можно увидеть в экспозиции «Древний Звенигород». Причем мы постоянно вносим в эту экспозицию изменения какие-то. Вот, к примеру, не так давно мы приобрели макет корабля «Орел». И это позволяет нам говорить о личности тишайшего государя Алексея Михайловича, что он приезжает в монастырь, и он как молитвенник, это его место богомольных подвигов, богомольных выездов. Но мы говорим о том, что Алексей Михайлович – это очень разносторонний, ярко одаренный человек. И вот на примере этого макета корабля «Орел», первого корабля, построенного по желанию, по велению государя Алексея Михайловича Романова, мы считаем его теперь родоначальником российского флота. Не Петра Первого, Алексея Михайловича. Вот всякие интересные такие моменты, связанные с историей монастыря и тех персонажей, которые с ним связаны. Монастырь всегда был местом богомолья. Все государи из династии Романовых приезжали в монастырь поклониться мощам преподобного Саввы. Об этом мы рассказываем, конечно, в этой экспозиции. И вторая экспозиция, которую мы также очень ценим – это экспозиция «Покоя боярни». То есть мы… Царицына палата, да? Да, это Царицына палата. Мы находимся в самом красивом здании, я всегда говорю, на территории монастыря. Царицына палата были построены для первой жены Алексея Михайловича Романова, для Марии Ильиничной Милославской. И это здание сохранило свои архитектурные такие особенности. И даже элементы женских украшений в своем декоре имеет это здание. Очень красивое гражданское сооружение середины 17 века, коих немного у нас вообще в стране сохранилось. Мы знаем этот теремной дворец в Кремле, немногие там бывали. Мы знаем боярские палаты Романовых в Заряде и в Рязани. Вот, пожалуй, все. И поэтому в Подмосковье мы имеем такую прекрасную возможность познакомиться с архитектурой середины 17 века. Невероятно красивый, невероятно такой узурочный, скажем так. И в покое боярине мы погружаем и стараемся погрузить нашего посетителя в атмосферу 17 века, где он видит сводчатые потолки, расписные потолки, украшенные стены, обитые красивыми тканями, мебель, в том числе скамьи, самый традиционный такой элемент мебели 17 века. И очень многое из того, что я сказала, это в основном реконструкция. Реконструкция, которая... Переносит нас в то время. В то время. Но реконструкция, которая сделана музейными сотрудниками. Ничего из интерьеров 17 века, конечно, в монастыре не сохранилось. Столетний юбилей. Я так понимаю, вы готовите, наверное, огромную программу для ваших посетителей. Что ждать? Вы знаете, для нас юбилей, конечно, это прежде всего труд. И первая наша задача, безусловно, это работа над созданием экспозиции в Манеже. Мы не говорили с вами о том, что в нашем городе Звенигороде музею передано здание бывшего Манежа. И в прошлом году начата его реконструкция, реставрация. В этом году, в конце года, она будет завершаться. И прежде всего музей нацелен на создание таких новых экспозиций, новых выставочных площадей. И этим мы, конечно, занимаемся. Это очень большой труд, поскольку мы хотим, чтобы эти экспозиции были очень интересны, интерактивны, современны и очень привлекательны для наших гостей. И выставочная деятельность, она у нас не такая богатая в этом году. Мы экономим силы. Но первый выставочный проект, который мы создали, это выставка о Любови Орловой. Это первая выставка, которая посвящена столетию музея. И для нас очень важно, что мы на этой выставке говорим не только о нашей героине, которая родилась в Венигороде, как мы считаем, да, но и о том, что те предметы, которые представлены на выставке, были спасены. Спасены для нашего музея актером Александра Олешко, а по желанию Министерства культуры Московской области, они были приобретены специально для нашего музея. И это первая наша выставка-презентация. В этом году планируется выставка, посвященная юбилею. Мы ее назвали «От А до Я». То есть там будут представлены те экспонаты, которые дарились, приобретались, приходили специально в наш музей. Мы думаем, это будет такой новый, алфавитный, такой интересный проект. И у нас продолжает работать прекрасная выставка. Мы ее сохраним в наш юбилей. Это выставка «Икона личного благочестия». Это совместный, очень интересный проект с фондом Андрея Первозванного. На этой выставке представлены иконы. Мы постоянно создаем музейные выставки икон. Но эта выставка, она необычна чем? Мы показываем на ней иконы личного благочестия. То есть иконы, которые сопровождают человека от его рождения до его смерти. И все вот эти периоды жизни человека, как паломничество, помощь в семейной жизни, помощь в каких-то таких семейных вопросах. То есть обетные иконы. Очень многие иконы имеют надписи. И это очень важно для нас. И куратор, и автор этой выставки, Елена Тихомирова, вот она ее создала так, чтобы икону можно было посмотреть не только с лицевой стороны, но и с оборотной. А на оборотной стороне иногда это целая история. У нас, например, есть представлена такая икона, которая была подарена Иоанну Кронштадтскому сестрами одного из русских монастырей. Есть иконы обетные. То есть на иконе надпись «Сия икона» написана в честь моего спасения в бою с австрийцами. Или в русско-японской войне под Мукденом в честь спасения была создана икона. То есть это человеческая история, человеческая жизнь, она представлена на этой выставке. И, конечно, программы. Конечно, программы, очень большие программы для детей. Самое популярное, пожалуй, в летний сезон – это программа «День археолога». У нас можно отметить день рождения для своего ребенка. Приглашаем вас. Кроме этого, конечно, этот год, год 75-летия, у нас невероятно интересные маршруты по местам боевой славы. И также можно любой из них заказать. И мы знаем, что многие мероприятия сейчас запланированы. К этому юбилею мы примем участие в автопробеге по местам боев. Но самое главное – мы даем участникам вот этих мероприятий информацию о том, что происходило в том или ином месте на той или иной братской могиле, которую мы во время автопробегов или во время экскурсий можем посетить. Поэтому вот эта тема для нас очень такая важная, святая. И поэтому с удовольствием приглашаем в наш музей. Работы очень много у вас. Я желаю вам успехов. До новых встреч. Проведите с пользой выходные и сходите в Звенигородский музей. Это была программа «Специальное интервью». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова